доброе утро дорогие друзья всем доброго утра сейчас секундочку включу чтобы был свет дополнительно включить не получилось потому что не знаю я где переходник нет вот нашелся переходничок вот все дорогие друзья доброе добрейшее веселейшее утро всем привет шаву атов шаву атов значит мы начинаем главу глава жизнь сары называется глава день 1 день 1 значит и недельная глава жизнь сары день 1 мы на кроме посмотрим не в телеграме вернее будет ли видео сегодня есть видео очень телеграме живу увидится пообщаться так что присоединяйтесь к нашему проекту очень важному воикра можно быть другом воикра партнером воикра или спонсором игра и вместе продвигать божественный свет на землю до тем самым поднимая землю к к всевышнего значит глава недельная которая сейчас начинается называется хайей сара значит хайей сара жизнь сары дословно переводится даже можно сказать жизни сары потому что хай это жизнь интересно что вы врите слово жизнь оно она она не вот в русском жизнь это какое число единственное число правильное а на и�도рите жизнь это хайм как говорят л и хаем выпьем за жизнь л и хаем так посмотрите как интересно хаем это множественное число то есть например на иудите слово по ним лицо это по ним это множественное число как лица. И жизнь – это жизни. То есть, само значение слова показывает, что у человека нет одного лица. То есть, мы посмотрим Зинаида Орлова, например. У нее выражение лица меняется. Меняется в зависимости от настроения, состояния и так далее. Значит, правильнее сказать, что у человека не лицо, а лица. У Наташи была у каждого человека. У него лица и жизнь. Как можно сказать, что у человека одна жизнь, если у человека жизни. То есть, что значит жизни? Потому что, да, Мазальтов, что внука назвали Авраам Мэндал, потому что у человека есть жизнь его души до того, как она войдет в тело. У человека есть жизнь, когда он находится в теле. И у человека есть жизнь, когда он выходит из тела и переходит в духовное свое тело. Поэтому правильнее будет, конечно, сказать жизни Сары. И так глава и называется «И были жизни Сары, сто лет, двадцать лет и семь лет, годы Шаним Шней Хаей Сара». Значит, годы жизни Сары. Ну, сразу бросается в глаза, почему это написано. Было ей сто лет, двадцать лет и семь лет. Можно было сказать сто двадцать семь. Зачем говорить? Сто, двадцать и семь. И объясняют, что Сара была она такая же красивая, как в семь лет. То есть, она была живая, красивая, как дети, которые познают мир еще без каких-то... Ой, на правду. Дети, они такие живые, непосредственные, любопытные, им интересно. В них прямо жизнь, в детях. Да, и она была такая же красивая, как в семь лет. Такая же безгрешная, как в двадцать лет. Вы можете спросить, а почему этот человек в двадцать лет безгрешный? Там некоторые в двадцать лет уже такого успевают наделать. По Торе, по Торе до двадцати лет человека Всевышний не судит. То есть, все, что он делает, ему записывается, как условные преступления. Потому что до двадцати лет им еще очень сильно управляет его животное начало, его гормоны, его тело. И только в двадцать лет, если он в двадцать лет не раскаялся, и он не начал вести себя нормально, то с двадцати лет начинается уже серьезная раздача, да, за то, что он делал до этого. Поэтому она была такая же безгрешная, как в двадцать лет. То есть, у нее, если и были какие-то, может быть, ошибочки, то это было только как у подростков, да, потому что их, ну, значит, их голову им сносит, их гормональная какая-то стадия развития, еще они не умеют интеллектом управлять собой и своей жизнью. Поэтому до двадцати лет Всевышний знает, это не судит. И была она столетняя, она была мудрая, как в сто лет, то есть, в сто лет человек уже реально мудрый, он уже в сто лет все понял, познал, значит, вот она в сто двадцать лет умерла. Второй отрывок. Ватамот, Сара, Батириат, Арба. И умерла Сара в Тириат, Арбе. Есть такой город, называется Тириат Арба. И этот город, он находится рядом с Хевроном. Вот прямо и написано и Хеврон, Тириат Арба, она Хеврон. То есть, два как бы пригорода, они вместе находятся. Беретскнан, и было это в земле Кнан. Воеву Авраам Леспот Лесара Веливкота. И пришел Авраам, значит, Эспет, это слова, которые говорят об умершем, да, вот его, я не помню, как на русском это звучит, Эспет, это поминальные такие слова, когда его поминают, да. И, значит, 8 лет он прожил еще без Сары, и это действительно было для ему грустно, что он Сару очень любил, прожил с ним всю жизнь, и это ему было грустно, что ему долго придется ее не видеть, но маленькая буквочка Эйв в слове оплативал ее, показывает, маленькая КАФ в слове оплативал, показывает, что он ее оплативал не так уж сильно, потому что он знал, насколько я сейчас хорошо, потому что праведники, они даже после смерти называются живые, а злодеи даже при жизни называются мертвые. И встал Авраам перед своей мертвой, да, то есть, вот ее, она лежала уже мертвая, ее тело, и, значит, и сказал он сыновьям Хета, говоря, там было племя, которое называлось Хитийцы, и он им сказал, Гер, Ветушав, Анухи и Махем, он им говорит, Гер, это пришелец, и Тушав, это житель, он им говорит, смотрите, я и пришелец, и житель, я среди вас. Нули, Ахузат Кевер, дайте мне место для кладбища, для Мадилы вместе с вами, и похороню я мертвую мою перед вами. Он у них попросил, чтобы они дали ему место под кладбище. И ответили ему сыновья Хета, ответили они ему так, слышали мы, господина, что ты князь всесильного среди нас, и мы тебя очень-очень уважаем, этим они хотели сказать, и лучшие Мадилы мы тебе даем, хорони своего мертвого, значит, то есть, все наши кладбища, которые есть, уже существующие, можешь на них хоронить свою жену, Сару, значит, лучшее место можешь выбирать уже на существующих кладбищах, значит, так они ему ответили. То есть, ответ их был нет, мы тебе не дадим отдельное место на кладбище. То есть, Усна Тора нам рассказывает, что у них был какой закон, что те, кто были, это была их земля, и у них было, все знатные семьи имели свои, такие как склепы в своих уделах, да, как вот раньше были феодалы, у них была им принадлежала земля, вся Англия, там вся Европа принадлежала этим феодалам разным, и у каждого феодала было свое место, своя земля, свой склеп, и были общественные кладбища, на которых можно было похоронить, и они говорят, хорони на общественном кладбище, или хорони, мы тебе можем выделить на наших кусочек, но свое мы тебе продать не можем, потому что, потому что у нас такой закон, так они ему ответили, воякам Авраам, и встал Авраам, и поклонился им до земли, Авраам, он был очень, мы тут учим качество Авраама, помимо того, что помните, была война четырех царей, он пошел, завоевал, когда напали, забрали лота, он пошел, и значит, войной пошел, но тут он поклонился им, и говорит, следующее, «Им еш этнав шехэм ликвор этмитиме лефанай шмауни в эпигуле бэйфрон бен Саар». Он им говорит, значит, может быть, можно похоронить мою мертвую перед вами и попросите, значит, Эфрона бен Саара. И пусть он мне даст Маарата Махпыла, пусть он мне даст пещеру двойную, которая у него в конце его поля, и пусть он мне продаст это, и пусть он мне даст вот эту вот пещеру мне под кладбище. Значит, Аврам тогда говорит, послушайте, ну, продайте мне тогда кусочек, кусочек мне продайте под кладбище. Вот у этого Эфрона этого, да? Значит, а Эфрон в это время сидит среди сынов Хета, и послушал этот Эфрон Авраама, значит, послушал он, все ему говорят, слушай, ну, давай, как-то решим вопрос, а он говорит, ло, адони, он говорит, нет, он говорит, господин мой, послушай, вот это поле я могу тебе дать, и пещера, которая в нем, пусть она будет тебе, я тебе ее дам, а ты уже похорони своего мертвого. Очень странный ответ. С одной стороны, он говорит нет, с другой стороны, он говорит да. И тут, вот смотрите, здесь, здесь есть очень практический урок переговоров. Никогда нельзя останавливаться на каком-то вот одном варианте, да, мышления, на одном варианте. Значит, у них был закон, по которому нельзя было чужестранцу, пришельцу продать место подкладбища. То есть, это было у них, по их верованиям, это было что-то очень важное. И, значит, нельзя было, по закону нельзя, вот написано, вот закон, место подкладбища нельзя. Теперь Айфрон ему говорит, я никак тебе не продам место подкладбища. И даже Аврам есть в Устной Торе, что он ему предложил, говорит, ну подари тогда мне место подкладбища, уже подари, а я тебе подарю деньги, ну будет подарок. Айфрон говорит, нет, никак у нас нельзя подкладбища. И тогда Аврам нашел выход. Он говорит, слушай, подкладбища не надо, а ты мне просто поле продай, продай мне поле под земледелие, земля сельскохозяйственного назначения. А потом я похороню в пещере Сару, ну так, я похоронил, нарушил, да, то есть, я не покупал место подкладбища, но я уже похоронил, похоронил. Айфрон говорит, да, на таких условиях годится. На таких условиях годится, значит, все. И если ты уже потом похоронишь своего мертвого, ну что уже делать? Ты уже на своем поле делай, что хочешь, поле твое. В Эштахову Аврам Лефнеа Марец и поклонился опять Аврам перед народом, то есть, он уважал законы народа, он не не воевал с ними, не спорил, он искал в этих законах, искал, как ему вин-вин, то, что называют Стивен Кови, он искал способ, выиграл-выиграл, чтобы им было хорошо, и ему было хорошо, чтобы по Стивену Кови, это сейчас просто понятным языком объясняют законы коммуникации, Стивен Кови говорит, вначале понять, а потом быть понятым, то есть, он пытался понять, какие там законы, понять, как они мыслят, и он, когда понял, как они мыслят, что кладбище не продадим, он говорит, не надо, землю продадите, землю продадим, а потом, если я там похороню, Ну, уже похоронил, похоронил, это же не кладбище, твое поле, делай, что хочешь. Все, он поклонился им на земле и говорил он Эфрону тогда, при всех людях он говорил так. Значит, я тебе тогда дам я кэсэф асадэ, дам я деньги за поле. Как мимэнни, возьмите деньги от меня. То есть, мне нужно, чтобы официально была продажа этого поля оформлена, что я полностью владелец по закону этого поля. И я там похороню своего мертвого на поле, это не кладбище, это просто мое поле, а то, что я там хороню, значит, это уже мои вопросы. Ваян Эфрон, это Авраам ле Мурло, и ответил Эфрон тогда Аврааму, говоря ему. Значит, отлично говорит, но что я не могу тебе продать. Он говорит, земля стоимостью 400 шетелей серебряных, между мной и тобой, что это вообще? Ну, как я тебе продам? То есть, ну, мы же друзья, я уважаемый человек, ты уважаемый человек. Земля это, забирай ее так. То есть, это такой способ в... Вот на Востоке до сих пор, да, умеют очень вести переговоры. Они умеют вести переговоры, продавать. Они так красиво вот беседуют, да. Это как раз был вот этот вот восточный такой орнамент. Он ему говорит, земля 400 шетелей серебра, это огромная сумма была по тем временам. Что это между нами? Типа, бери, я тебе такой делаю подарок. Вайшма Авраам Элефрон. И послушал Авраам Эфрона, и отвесил ему Авраам серебро, которое тот сказал, 400 шетелей серебра Оверлис Охэр, которое принимается всеми торговцами. То есть, Авраам, он, значит, ему заплатил, чтобы не было никаких потом вопросов, кому принадлежит эта земля. Теперь, значит, сегодняшний отрывок заканчивается. Какие из него мы можем выучить для нас интересные вещи? Первая очень интересная вещь, почему Авраам хотел похоронить именно там Сару. Нет, первая, давайте исследуем, почему Сара умерла. Она умерла, ей было 127 лет, молодая женщина по тем временам. Муж ее прожил после этого 38 лет, получается. То есть, она могла бы еще жить и жить. Говорят нам устное предание, что она умерла после того, как произошло жертвоприношение Ицхака, несостоявшейся. Но так как она была пророчицей, и есть то, что называется силы зла, сатан, то есть очень много преданий, преданий устная Тора, что сатан показал Саре эту картинку, что она увидела, как Авраам поднимает руку, чтобы убить сына. И она умерла от горя. Она умерла от горя, от волнения, от потрясения. Очень часто мы, видя какую-то часть картинки, остальное додумываем. И она додумала, что Авраам его убил, хотя по факту он его не убил, а только все было к лучшему. Но очень часто мы берем и, додумывая себе какие-то неприятные вещи, приводим себя в состояние очень больших негативных состояний, потрясений и так далее. То есть люди очень часто действительно выдумывают себе какие-то страшные картинки, которых пугаются. Я знаю, один есть такой метод в психологии, что если человек хочет выдумывать страшные картинки, то он может этому радоваться. Как это он может этому радоваться? Например, он может придумать картинку страшную, совершенно страшную, и сказать, слава богу, что у меня этого нет. То есть он может, наоборот, выдумывая фантазию, не выдумывать, что это со мной будет, а наоборот сказать, вау, слава богу, что я сейчас, например, не в Хиросиме и Нагасате, 50 лет назад, или сколько, 70-80 лет назад. Слава богу, что у меня есть руки и ноги вообще, а могло бы не быть. 50 миллионов человек в год погибают в автомобильных авариях. В мире 50 миллионов человек, официальная статистика. Слава богу, что мы не находимся среди этих 50 миллионов, которые погибли в автомобильных авариях. То есть Сара, по преданию, она увидела, ей Сатан показал, как Авраам действительно заносит нож над Ицхаком, и остальное она додумала и умерла. Это первое объяснение. Второе объяснение, это была ее беседа с Авраамом, когда она сказала Аврааму, пусть бог между нами рассудит, да, что ты меня... Когда была история с Агарио, она действительно... Сара, она... В тот момент она была, можно сказать, по закону, она была права. Она была права по закону, потому что если было опасение, что Ишмаэль убьет ее сына Ицхака, то она должна была спасти Ицхака, и она поэтому сказала Аврааму в выгоне Агарь и Ишмаэля. То есть здесь, понятно, она действовала на опережение, потому что была опасность убийства. Теперь, но когда она Аврааму сказала, до этого правда было, это было до этого, когда она первый раз выгнала Агарь, что пусть бог между нами рассудит, и пусть бог там и так далее. То есть очень часто человек, который проклинает других, который судит других, который говорит, что вот за это надо там вообще... страшные вещи про кого-то говорит, в этот момент он на себя же, он как бы пьет тот яд, который хотел бы выплеснуть на другого. Поэтому ни в коем случае нельзя, даже таким праведным людям нельзя говорить про других, что пусть бог накажет, пусть бог рассудит, потому что каждое такое выражение, оно оставляет след на сказавшем. Есть такие вот предания, которые говорят про Сару. Почему она умерла? Второе. Почему Авраам хотел похоронить ее именно Маратом Ихпила, вот эта пещера? Значит, есть в книге Зоар написано, что когда к Аврааму пришли путники, вот эти ангелы, он хотел теленка, значит, зарезать, чтобы их покормить. Этот теленок побежал, 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 и забежал в пещеру. И Авраам за ним зашел в пещеру, и увидел в этой пещере, что он увидел? Он увидел свет. Он пошел на этот свет, дальше вглубь-глубь-глубь пещеры, прошел он в эту пещеру, и увидел он в этой пещере лежат кто? Адам и Хава. Первый человек, его жена Хава. И они сияли, и они были, их тела лежали там и сияли. И, значит, Авраам понял, что это место, это как раз переход в Ганеден, переход в рай. И там они лежат, и он захотел, чтобы Сара была там похоронена, потом он был там похоронен, потом там похоронен в этой пещере Ицхак, его сын и его жена Ривка, и в этой же пещере похоронил Яков, его жена Лея. Это место святое, и вот эта пещера Марата Махпыла в Хевроне, потом над ней построили такую специальную, значит, как место, где молились, его построили в древности, уже почти в то время, тысячи лет уже назад это построили, потом сверху над этим местом построили, это было святое место вначале для евреев, потом, когда мусульмане владели землей Израиля 13 веков в честь того, что Ишмаэль в 13 лет сделал обрезание, то Бог дал на 13 веков, ровно 1300 лет здесь была власть мусульман, с 600 какого-то года нашей эры до 1948 года, и, значит, там была мусульманская мечеть сверху, и сейчас там и мусульманская мечеть, и евреи туда ходят молиться на Мадилу праотцов, то есть, поэтому называется Тириад Арва, там похоронено 4 пары праведников, будете в Израиле, обязательно поедьте в Хеврон, на Мадилу, в которой похоронены, Адам и Хава, это в пещере в этой, похоронен там Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, и Яков и Ле, похоронены в этой пещере, а Рахель, жена Якова вторая, она похоронена в, тоже недалеко от Иерусалима, есть отдельно к Рахель, тоже там очень хорошо ехать молиться. Все, дорогие друзья, значит, сегодня мы провели урок, чтобы было Рифа Ашлема, Рита Бадбаса, Моши Бен Ирина, и все, кому нужно выздоровление, все, за кого вы молитесь, можете сейчас сказать, чтобы этот, заслуга этого урока, тот свет, который мы сделали, и увеличьте этот свет, поделитесь уроком с теми людьми, которые могут услышать и хотят узнать, как Бог управляет миром, и, значит, чтобы заслуга этого урока была Рифа Ашлема для полного выздоровления всех наших близких, и, значит, кому что нужно, чтобы Бог услышал,